А вот и подъехал новый выпуск про комнату дочери. Сегодня в этом видео мы зарядим ее электрокарнизами, вернем обратно ковры. Короче, все вернется на круги своя и будет очень здорово. Но первым делом я расскажу о карнизах. Я в прошлом ролике уже это начал. Электрокарнизы от компании Onvis. 5 лет гарантии, до 50 килограммов можно использовать шторы, 15 дБ громкость. И самое приятное, что это умные шторы, так как они подключаются к Алисе. Не к каким-то там заграничным сервисам, а к нашей отечественной русской Алисе. В общем, я все подготовил. Для этого нам понадобится шуруповерт. Мой любимый шуруповерт. Я их обожаю просто до глубины души. Нам понадобятся карнизы. Это мотор. Кстати, мотор нам в самом конце нужен будет. И нам понадобится самое главное. Это вот такие вот шторы. Какая, куда, не помню. Они у меня там на 4 сантиметра отличаются в разные комнаты. Зачем эти понты? Для чего вообще нужны шторы? Наша комната имеет французское окно. И по своей глупости я его не зазеркалил. То есть я не сделал напыление при установке. Соответственно, сейчас, когда мы ложимся спать, нас видно. Короче, вечером, когда приходишь в комнату, включаешь свет, соответственно, надо шторы закрыть. Правильно? Потому что нас видно снаружи. Потом ложишься спать, надо шторы открыть. Утром, когда рассвет, начинает пробиваться солнце в окна, и опять нас видно. И опять надо шторы закрыть. Либо уже надо окна выдернуть и зазеркалить их. Но мне не нравится сам расклад. Потому что в любом случае зазеркаленные окна, они будут при включенной лампочке, все равно прозрачные. Поэтому зеркалить в глухую я не хочу. А не зеркалить, вот такая вот проблема. Поначалу мы бегали, постоянно раздвигали, задвигали шторы. Потом поставили мы китайские электрокарнизы, намучились с ним. И я вот нашел, наконец-то, российский аналог, который имеет и гарантию, и сертификацию, и работает без глюков. Как минимум пульт адекватно удобный, потому что в китайском постоянно путаешь, где вверх, где вниз. Кто покупал себе на Алиэкспрессе, они в курсе. Из неоспоримых плюсов отечественных карнизов, это то, что он из цельного профиля, а не собирается из нескольких кусков, как китайский аналог. Я буду вставлять сейчас эти кадры, как собирал китайский вариант. Потом, профиль имеет толщину 1,8 мм и имеет шумопоглощающие вставки. Китайцы, конечно, этим тоже не славятся. Важно, что есть гарантия на 5 лет. Интеграция в любой умный дом, поддержка Алисы и сертифицированная продукция. Ну, что может быть еще важнее для таких вещей? Устанавливаются они очень элементарно. Сейчас вы это все будете видеть, и я это сделаю буквально за 5 минут в кадре. Единственный момент, который я должен вам сказать. Карнизы эти раздвигают только основные шторы. То есть, если у вас есть подложка тюли, то нужно либо две пары карнизов, либо нужно поставить пластиковую. Но в нашем случае портьеры важны, так как они убирают внешний вид и солнечный свет. А тюль мы оставим, она как подложка будет у нас по умолчанию. Сейчас мы ставим дочери в комнату, потом к нам будем переделывать китайцев на нормальные уже шторы. Карниз приехал мне в специальной картонной упаковке. Я ее уже не показываю, потому что я это все вынул, мне было сразу интересно посмотреть. Внутри он был упакован в целлофане. Везде все проклеено. Ну, правильно. Внутри же механизм, который нужно защитить, разворачиваем его. Для тех, кто сталкивается первый раз с такой диковинной штучкой, расскажу. Карниз поставляется в полностью собранном механизмом, но в сложенном виде. Электрокарнизы до трех метров изготавливаются из цельного профиля. Вот на вот эти планки фиксируется сама гордина к потолку. Мы должны расположить их равномерно по всей длине. Сюда мы зафиксируем саморезами. После распаковки электрокарниза нужно скрепить все его части соединителями, затянув на каждом по четыре винта. В общем, у нас есть тюлевая гордина, мы ее повешаем ближе. А эта у нас гордина будет основная, портьерная. Отступ карниза от стены по бокам 1-2 см. Теперь на нашей импровизированной площадке, на нашем импровизированном столе, мы импровизированно откроем моторный отсек. Алиса, открой шторы на 50%. Открываю. Вот так она сможет потом говорить, когда мы ее подключим. И теперь нужно привязать пульт к двигателю. Для сброса всех настроек двигателя нужно зажать кнопку на двигателе на 10 секунд. После этого из памяти стираются все настройки пультов. Так, подключите двигатель к сети 220 вольт. Для сброса всех настроек двигателя нужно зажать кнопку на моторе на 10 секунд. После этого из памяти стираются все настройки пультов. Зажмите кнопку на двигателе, пока не загорится лампочка. Отпустите. Нажмите кнопку на строек два раза рядом с батарейкой. И на двигателе заморгает лампочка. Все, они соединились. Двигатель крепится с помощью специальной защелки. А на другую сторону, там где нет мотора, есть специальная заглушка. Красиво. Двигатель прячется за шторкой и запитывается от любой розетки 220 вольт. Длина кабеля до 5 метров. Как я уже и говорил, электрокарнизы Anvis имеют ряд преимуществ. Первое, это улучшенная конструкция блока двигателя, передающего движение от привода на ремень. Второе, новый тип алюминиевого профиля толщиной 1,8 мм с пластиковыми вставками. Новый бесшумный двигатель 15 дБ для штор весом до 50 кг. Друзья мои, ну и теперь несколько реально тестовых моментов. Смотрите. Стыковка. В трех местах. Китайские шторы. Стыковка всего лишь в одном месте. На гордине до 3 метров стыковки вообще нет. Гордина делается монолитом. Дальше, крепление люверсов и прокладка полиуретановой полоски для бесшумности. Китайские шторы. Специальная пластиковая вставка, которая делает работу карниза совершенно бесшумным. Звук работы. Китайские шторы. Карнизы Anvis. Плавный старт и плавная остановка. Ну и максимально удобный пульт. Закрыть. Открыть. Китайские шторы. Мотор в размер до сантиметра невозможно. Только кратное 10 сантиметрам. Поэтому подходить к стене они не будут. Про габаритные размеры карнизов под заказ я говорил. Ровно в размер до сантиметра. Вот в этих мелочах и сказывается гарантия, качество и надежность компании. Так, друзья, карниз мы повешали. Он отлично вписался на свое место в комнате принцессы. Ну, понятное дело, друзья, сейчас ламинат еще остался. У нас потолки недоделаны, но карнизы уже есть. Шторы висят. И самое главное, принцесса, скажи, пожалуйста, как тебе самой? Очень нравится. Удобно? Да. Раньше я никогда не закрывала, а сейчас постоянно. Пользуешься? Да. Ну-ка покажи, как это работает. Просто круто. Нравится, дочь? Очень. Собственно, видео небольшое. Хотел в продолжении предыдущего выпуска про обои, вообще про ремонт комнаты дочери, дописать этот выпуск, ну, как бы отдельным. Слишком долго было бы, если бы мы еще в обои вставили тему про карнизы. Как видите, все работает, все отлично, все классно, советую, ссылка в описании, если вдруг кому интересно. А я с вами прощаюсь, до скорых встреч, увидимся опять же через пару дней, покажу вам сауну. Все, пока-пока, пока.